Тяжело, конечно, говорить. Замечательный человек. Спортсмен. Добрый человек. Быть достаточно чиновным, но все-таки остался человеком, как бы там ни было. Трудновато мне говорить, конечно. Что произошло в Киеве? Вы были рядом? Я не знаю, что произошло в Киеве. Я рядом не был в этот момент. Что произошло, не буду комментировать, потому что пока не знаю. Я думаю, что пока это не будет никто комментировать. Пока не сделаны определенные выставки из тех дел, которые там заведены. Будем надеяться, что если несчастный случай, хотя там что пишут в интернете, ну я думаю, ну не буду я комментировать, потому что я, честно говоря, не знаю. Ну как он сечет в последнее время? А? Как сечет? Вы знаете, я с ним созванивался 22 августа. Он меня приглашал на 24 сентября к себе. Я здесь был. День рождения? Нет, 24 августа, день независимости, да. Приезжаете там с товарищем. Мы не спали, не было возможностей. Мы хотели на эти выходные ехать. Ну, видите, как получилось. В пятницу я узнаю, что ну коми. И врачи сказали, нет, нету возможности вот. А день рождения его 25-го. Ему осталось буквально, не дожил 24 дня до своего 51-го года. Потому что в интернете пишут 53, там ему было бы 51 год. Потому что в том году мы праздновали его 50-летие, мы его принимали в свой, так сказать, 50-летний полк. Поэтому... Скажите, как вы пришли к нему на работу? Как представлено ли? Я сам родом с Луганска и работал в Луганске. После оранжевой революции в 2004 году, я не буду говорить, где я работал, только с 2004 по 2005 год. Я вернулся в Луганск, был Киев, вернулся в Луганск. Здесь назначили на управление ОВД Луганской области генерала Бабылева Санфадеевича. Я к нему пошел радником, помощником. Потом с ним вместе оттуда мы переехали сюда, в Неплеровский. Здесь был у него помощником. Ну, были взлеты и падения, так как и у него, так и у меня, скажем так. После того, как он второй раз стал в 2008 году начальником ОВД Днепридской области, потом пришел руководитель в 2009 году, он ушел в Верховную Раду, был по списку прошел, и я пошел с ним, помощником народного депутата официально. Он был байкером? Да, он был байкером. Он был не то, что просто байкером, он горел на этом. Он не мог ни одного разговора провести, чтобы не говорить о мотоциклах.